Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале! Lada Niva на рынке уже более 40 лет, причем продается все это время она практически без каких-либо серьезных изменений как во внешности, так и в начинке. Тем не менее, она до сих пор пользуется высоким спросом. Причины же этого кроются не только в цене. Востребованность внедорожника заключается в его показателях проходимости. Проехать он может практически везде. При этом один из умельцев Ростовской области решил сделать Ниву максимально практичной, а именно научить ее плавать. И надо сказать, это ему удалось сделать, применив все свои знания и навыки. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересного. Имея во владении один из самых неприхотливых в эксплуатации автомобилей, житель Ростовской области задумался над тем, как получить из нее плавающий вариант транспортного средства. Довольно быстро было найдено решение, после чего оставалось только воплотить его в жизнь. Забегая вперед, стоит отметить, что реализация не потребовала серьезных финансовых вложений и поиска каких-либо необычных деталей. Из лады Нивы за счет простых, но эффективных решений был получен необычный автомобиль Амфибия с отличными внедорожными характеристиками. В 70-х годах конструктор ВАЗа Соловьев выступил с инициативой создания транспортного средства именно для сельской местности, где, как известно, даже сейчас дороги есть не везде. Именно так началась история легендарной лады Нивы, которая не теряет своей актуальности по сегодняшний день. Несмотря на то, что устарело как в визуальном плане, так и в отношении начинки. С конвейера же серийный вариант внедорожника сошел в 1977 году. Представлен он был в двух вариациях – в трех и в пятидверном исполнении. На данный момент доступен только укороченный вариант автомобиля. Довольно странно смотрится тот факт, что, имея в своем арсенале минимальный набор функций комфорта, Нива является одним из самых популярных. Объяснение этому заключается в ее впечатляющих внедорожных характеристиках. Что же касается данного проекта, то речь пойдет о Ниве, которая была собрана в 1984 году. До начала переделки она довольно долгое время простояла в гараже, находясь в довольно плачевном состоянии. Тем не менее, именно этот автомобиль отлично подходил для той задачи, что поставил перед собой умелец из Ростовской области. Безусловно, внедорожник изначально имел отличные показатели проходимости, но все-таки в преодолении водных преград отмечались определенные ограничения, которые через некоторое время были практически полностью устранены. Правда, пришлось проявить всю свою смекалку и находчивость. Как уже было сказано выше, работать пришлось с практически убитым автомобилем. Хранился он на протяжении нескольких лет в гараже, но даже это не спасло его от влияния времени. В сгнившем состоянии были колесные крылья, а в днище имелось несколько дыр. При этом один из мостов просто отсутствовал. Зато техническая часть была почти в идеальном состоянии, что существенно упростило процесс переделки. Хотя повозиться с автомобилем пришлось, так как для того, чтобы он смог преодолевать достаточно серьезные водные преграды, требовались серьезные модернизации. Одной из первых задач была защита сердца внедорожника, а также исключить проникновение воды в салон. Но перед тем, как продолжить наш рассказ, хотелось бы узнать ваше мнение о данном проекте. Нравится ли он вам? Согласны ли вы с решением умельца сделать из Лады, Нивы автомобиль-амфибию, не используя для этого современных технологий, а применив довольно простые, но достаточно неожиданные решения? Или сделали бы по-другому? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а мы продолжаем. Перед тем, как перейти к непосредственной цели, делать из внедорожника плавающий автомобиль, надо было восстановить его. Состояние же его, как упоминалось выше, оставляло желать лучшего. Для этого умельцу потребовались болгарка, сварочный аппарат и прочее оборудование, а также краска и специальное средство для защиты от коррозии. Итак, автомобиль был сначала полностью разобран и все детали, которые еще могли использоваться по назначению, полностью зачищены. Те же, что полностью сгнили, пришлось заменить на новые. Перед сборкой все элементы подвески и кузова были обработаны антикоррозийным составом и прокрашены. И только после этого началась работа непосредственно над превращением внедорожника в автомобиль-амфибию. В связи с тем, что планировалось эксплуатировать Ниву не только на бездорожье, но и на суше, то и для трансмиссии с раздаткой требовалась дополнительная защита. Осуществить задуманное удалось за счет изолированного отсека. Днище и участок под КПП были обшиты металлом толщиной в 2 мм. При этом требовалось решить задачу касательно воды в салоне. Исключить ее попадание внутрь автомобиля удалось за счет создания боковых поплавков из миллиметрового металла. Помимо этого, двери дополнили новыми уплотнительными резинками. Кстати, их предварительно укоротили, что позволило предотвратить попадание воды в салон. С другой стороны, вносить какие-либо кардинальные изменения во внешность внедорожника мастер не планировал. Соответственно, пришлось проработать размеры бамперов. В данном случае их сделали более компактными. Пришлось увеличить и высоту дорожного просвета. Сделать это удалось за счет колес большего диаметра. Таким образом, Нива приобрела мощные 31-дюймовые диски. Правда, перед их установкой пришлось расширить колесные арки, сделав соответствующие прорези. Визуально внедорожник смотрится немного необычно, но фирменный облик все-таки легко узнается. С новым видом эксплуатации и внесенными во внешность модернизациями появилась еще одна проблема, с которой надо было срочно что-то делать. Речь идет о системе охлаждения. Из-за качественной герметизации ключевых узлов двигатель во время работы неизбежно перегревался бы. Исключить этот недостаток удалось установкой наружного вентилятора, а генератор разместился чуть выше, чем в стандартной версии автомобиля. Резонатор с глушителем в новом исполнении расположены под капотом. Последний, кстати, соединили с выхлопной трубой последствием гофрированного рукава. Сам же выход выхлопной системы проходит вдоль лобового стекла и по крыше. Исключить перегрев трансмиссии удалось при помощи системы охлаждения посредством проточного воздуха. После того, как внедорожник был полностью зачищен от воздействия воды на салон и ключевые элементы, требовалось решить вопрос непосредственного движения по водным просторам. И здесь был найден довольно простой и эффективный способ. В частности, к кардану был приварен шнек, который совместно с колесами позволяет Ниве двигаться по воде. Как сообщает сам умелец, двигаться автомобиль может со скоростью до 4 из 6 км в час. В целом результат неплохой. Особый акцент он сделал на том, что плыть внедорожник может не только по течению, но и против. Тем не менее, мастер проработал систему откачки воды из салона, так как ситуации бывают разные. Поэтому стоит подготовиться заранее к неприятному развитию событий. Для этого в специальном поддоне была установлена помпа, которая может без особых проблем выкачивать около 50 литров воды в минуту. Сам шланг располагается в левом крыле. Как видно, умелец предусмотрел практически все ситуации, оснастив Ниву всем необходимым. При этом не потребовалось для этого какое-либо дорогостоящее оборудование. В салоне он не стал ничего менять, за исключением того, что обновил отделку, так как в некоторых местах она пришла в полную негодность. К сожалению, автор данной переделки не раскрыл стоимость внесенных в автомобиль изменений. Также не сообщается о том, сколько они потребовали времени. Тем не менее, имеется уже готовый продукт, который не оставит равнодушным практически никого. Особенно это оценят любители активного отдыха, которые часто отправляются в труднопроходимые места. В целом это отличный вариант для поклонников охоты и рыбалки, так как они периодически оказываются в таких ситуациях, когда требуется тратить свое время на то, чтобы объехать водную преграду. Теперь же ее можно преодолеть по прямой. Представленный в сети проект демонстрирует то, что в России еще не перевелись умелые и находчивые мастера, которые из подручных и доступных средств могут переделать автомобиль во что угодно. В частности, сделать из стандартной Нивы плавающий автомобиль удалось, не прибегая к какому-либо дорогостоящему оборудованию. Хотя с защитой пришлось повозиться, но справился умелец с этим довольно быстро и просто. При этом даже визуально не пришлось серьезно менять внедорожник, за исключением того, что бамперы и двери приобрели более компактный формат исполнения. С другой стороны, это придало облику Нивы еще больше брутальности. Не менее важен такой параметр, как практичность. Надо сказать, с этим у Нивы в новом исполнении стало намного лучше. На этом наш рассказ о переделке Лады Нивы подошел к концу. Благодарю за просмотр. Поделитесь в комментариях вашим мнением по данному проекту. Стали бы вы делать из стандартного внедорожника с минимальным набором опций комфорта и безопасности плавающий автомобиль, не прибегая к современным системам и технологиям, а используя только лишь подручные средства? Или сделали бы все по-другому? Понравились ли вам внесенные в Ладу Ниву улучшения? Будет интересно узнать, что вы думаете об этом проекте. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи!